Традиционная летняя спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась в спортивном зале колледжа профессиональных технологий. Участники соревнований в возрасте от 7 до 16 лет состязались в дартсе, прыжках в длину, бросании мяча в корзину и других дисциплинах. Цель спартакиады – дать возможность мальчишкам и девчонкам попробовать свои силы и ощутить радость от результата. Мне очень сильно понравилось этот дартс. Я попал где-то 16 раз. Конечно, я не ожидал, что буду попадать, думал, буду мазать. Большинство этих ребят занимается плаванием. По мнению специалистов, это лучшее средство двигательной реабилитации. Но для многих ребят это чуть ли не единственный способ проявить свой внутренний потенциал и посвятить свою жизнь спорту. Мне 10 лет. Я занимаюсь плаванием. А занимаюсь я им уже 5 лет. Я очень хочу добиться мастера спорта. Что для этого нужно? Ну, очень усердно тренироваться. Я стараюсь дома тренироваться, гантелями занимаюсь. Думаю, у меня скоро все получится. Каким ты спортом занимаешься? Я плаваю. Как давно? Три года. Какие у тебя есть успехи? Ну, у меня уже первый взрослый. Какие цели ставишь в спорте? Каждый день. Плавать хорошо. Попасть в сборную России. Такие же здоровые амбиции привели к успеху мастера спорта по плаванию Елизавету Сидоренко. Свои первые шаги в спорте она начинала с такой же детской спартакиады. Насколько я боялась тогда бассейна, даже маленького, и то, что сейчас я мастер спорта, для меня это большой успех. То, что я победила, главный страх свой. Также я помню свою самую первую такую же спартакиаду, и как самые свои первые соревнования. Это, конечно, такие эмоции. И, наверное, плавание дало столько возможностей, столько знакомств мне, столько интересных событий, чему я очень благодарна. Подобные соревнования, по мнению родителей и участников, помогают детям быть активными и находить новых друзей. Я думаю, это сплачивает их как команду, как детей для общения. Это очень полезно. Тем более в наше время, когда у нас сейчас гаджеты, все у них идет через интернет, через телефоны. Поэтому очень полезно. И можно было почаще проводить такие соревнования. Наблюдал и поддерживал ребят Константин Беч, действующий член сборной России по фехтованию на колясках. Насколько много паралимпийских чемпионов и в Омской области, и вообще в России в целом. То есть у нас одна самая сильная сборная команды паралимпийская вообще в мире. То есть о чем-то говорит. С 2012 года проводится в Омске летняя спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья. И каждый год тренеры Центра паралимпийской и сурдолимпийской подготовки именно здесь примечают будущих чемпионов. Мы хотели привлечь детей к занятиям физкультуры, прежде всего, и спортом. Посмотреть резервы, какие у нас есть. И вообще, чем раньше ребенок с ограниченными возможностями начинает заниматься физкультурой и спортом, тем быстрее восстанавливаются его, скажем так, потерянные какие-то утраченные функции. И он более безболезненно входит в ту общественную среду, в которой он находится. Независимо от результатов состязаний, для каждого участника спартакиада прошла успешно. Быть активным, тренироваться и попробовать себя в новом – для этих ребят самое важное. Редактор субтитров А.Семкин